Глядя на то, какая творится обстановка после смены стратегии иксбокса среди его комьюнити и в мире и в СНГ, при этом являясь и давним обладателем этой консоли и уже довольно давним контентмейкером по ней же, я не могу не высказаться по всей этой ситуации. Сегодня я расскажу за то, что действительно любят у нас в СНГ иксбокс, как к нему относятся, затронут тему иксбокс-тусовки, да и в целом последние новости. Я прекрасно понимаю, что я вряд ли буду услышан, понят так, как говорю в действительности, ибо мои ролики даже среди иксбокс-комьюнити все равно почему-то воспринимаются как нытье, как что-то негативное. Хотя в целом чаще всего там сказаны простые адекватные вещи, подкрепленные примерами, фактами и логическими цепочками. Но тут ответ простой, люди их не смотрят до конца, являются фанатиками или людьми защищающие свою игровую платформу и от этого попадают автоматом в клоунскую вселенную со своим мирком, где они думают, что они действительно правы. А-ля некий эффект Даннинга Крюгера. Я думаю, многие из вас замечают, как в интернете после абсолютно любой новости, неважно плохой или хорошей, всплывает просто масса тех, кто все равно кричит, что иксбокс стоп. Ой, сливает эксклюзивы, ой, это же круто, мэксбокс не делает почти ничего в новом поколении, иксбокс все равно впереди планеты всей. Чтобы вы понимали мою позицию на этот счет, мне нравится иксбокс, мне нравятся его франшизы, геймпад и тому подобная тема, очень нравилось следить за всеми функциями, обновлениями и будущими стратегиями. Но с девятым поколением я понимаю, что подразделение в корне меняет свое видение. И конкретно это мне уже не особо нравится, поскольку конкретно для консолей, которой я и являюсь обладателем, они стали делать намного меньше. И в целом на нее уже не особо ориентируются, и недавно новость про начало выхода игр, сделанных только под иксбокс, на другие консоли, это подтвердило. Многие, к сожалению, не понимают, почему фанаты переживают за саму консоль, просто, во-первых, она нравится, нравится эта движуха, разговоры о ней, франшизы, которые на ней. Собственно, ровно так же, как кому-то нравится какая-то там игра, нравится бренд, какая-то статуэтка и тому подобная тема. И для некоторых людей это нечто большее, чем простой пластик. Даже скажу за себя, эта пластиковая коробка, кстати, это часть моей жизни и деятельности, на которой я потратил немало время. И тут я считаю, что если вы хотите действительно находиться в здравом игровом сообществе, а не в клоунской вселенной с оскорблениями и выдуманной метаиронией, нужно уважать в этом вкусы других, чтобы уважали ваши вкусы. Соответственно, ранее очень было классно, когда ты поддерживаешь компанию, покупка консоли, а она для тебя и подписку, и классные игры, и так далее. В целом, ты видишь все это офигенное развитие и понимаешь, что свои последние деньги выкинул на правильную сторону для себя. Почему тут звучит именно последние деньги? Ну, потому что, как правило, многие имеют лишь одну консоль, одну игровую платформу, и поэтому для многих важно сделать правильный выбор, чтобы не жалеть ни о чем. Сейчас же стратегия Xbox ориентирована теперь и на PlayStation 5 и Switch, то есть на мультиплатформу. И здесь понимаешь, что другие консоли получат теперь больше игр. И Sony и Nintendo не собираются такого делать по отношению к Xbox, ибо если это все-таки будет, то это будет совершенно другой разговор. И тебе, как обладателю консоли, в целом ничего сверху не перепадает, и для того, чтобы у тебя было больше тех самых игр, ребята будут искать вариант получше. В итоге будут себе покупать либо плойку пятую, либо собирать ПК. От этого же начнет пропадать вся эта зеленая консольная тусовка, и в дальнейшем сама консоль может просто изменить свой изначальный вид или пропасть вовсе. Поскольку компаниям не особо выгодно держать платформу, которая не приносит много денег. Если вдруг вы сомневаетесь, что такое вообще в целом можно быть, вы можете почитать историю Windows фонов, как они были, как они развивались, и как они просто внезапно в какой-то момент просто исчезли. На самом деле, многие сейчас не понимают самого главного, а конкретно то, что консоль, консоль Xbox уже сейчас не особо востребована. И находится не в лучшем положении, отчего Microsoft и меняет свою стратегию, и многие не видят смысла ее покупать. Тем более, разрабы могут вставить палки в колеса консолям Xbox в будущем, если Microsoft опять сделает более доступное железо, заставляя разрабов все это оптимизировать. На самом деле, что касаемо нового Xbox, можно бесконечно гадать, каким он будет. Ибо это настолько все непредсказуемо, что мы, к примеру, когда-то думали, что и 12 Терафлоп себя раскроют. Но в итоге происходит то, что происходит. Поэтому тут реально сложно спрогнозировать, и нет смысла вообще как-то кричать, что вот следующий Xbox точно будет топовым. И да, несмотря на то, что дед говорит о том, что все трясутся за пейнтсами и тому подобные темы, чтобы как-то покичиться, нет, это далеко не так. Это делают лишь больные фанатики, которых, ну, мне кажется, реально очень мало. Я, к примеру, в свою очередь это просто объясняю, минусы всей этой ситуации, которая делает консоль Xbox еще менее интересной и, соответственно, менее востребованной. То есть самая большая проблема это то, что с новой стратегией на консолях Xbox могут быть проблемы с играми. Они как бы уже имеются, и показательный момент это Baldur, это громкоговорящая игра, и не вышла сразу на Xbox не из-за какой-то эксклюзивности, а лишь потому, что разрабы не смогли сделать нормальную игру под серии СС. Это важная проблема, ибо даже после выхода игра все равно получила проблемы, соответственно, это может просто усугубиться, что сделает не особо хороший опыт. И разрабам, может быть, не особо вообще нужно разрабатывать какую-нибудь игру на Xbox, потеть над ней, чтобы оптимизировать под Xbox Series S, чтобы ее купило там две коллеги. Но в чем же фанаты, назову их прям в кавычках, поскольку вы сами поймете почему, ошибаются во многих моментах Xbox. Глядя на все эти новости, те, кто вызывает по этому всему некие опасения, на них смотрят как на клоунов, приводя в пример совершенно разные аргументы, которые мега противоречивые. И я даже скажу больше, что многие не понимают, о чем говорят, а просто защищают свой выбор в пользу единственной консоли или просто кекают. Вы 100% слышали такие аргументы, как, я думаю, что многие скажут, база, база, я тоже так думаю, а именно, мне все равно эксклюзивы, я покупаю Xbox ради мультиплатформы. Звучит уверенно и круто, не правда ли? Но простой тогда вопрос, а разве мультиплатформы нету на ПК и на Плойке? И есть, и в некоторых моментах она даже идет там лучше. Тогда в чем же аргумент, что Xbox нужен ради мультиплатформы? А прикол тут в том, что она просто дешевле, конкретно в СНГ. Чтобы вы понимали, тут ноль осуждения, 100% понимания, я тоже, как и вы, люблю дешевый ценник, но просто не стоит обманывать самого себя и других, что ты берешь консоль ради чего-то другого, показывая тем, кто не особо в этом разбирается какое-то вымышленное преимущество. Ну, мультиплатформы, ну и что? А вот то, что вот она дешевле, это реально аргумент. Вы без проблем можете написать посреднику, лично я всегда советую ребят из X Games и приобрести подписку и игры ниже стоимости, чем в официальном сторе. И вообще приобрести бы у нас в России напрямую покупка не работает. И несмотря на то, что в СНГ нам кажется, что Xbox такие классные, благородные в этом плане и не такая уж жадная, как Sony, ибо они чаще всего поднимают цены, подкручивают гайки и такие вот, ух, засранцы. По факту, если вы посмотрите на реальную политику Microsoft, вы поймете, что цены на игры везде одинаковые, как и у Sony, так и на Xbox, и там и там 60 баксов, и там и там 70 баксов. И Microsoft по факту не предоставляет меньшую цену, просто вы используете лазейку, пока она не прикрыта, думая, что компания благородная. Это равносильно, как пиздить прилавка хлеб у Бабы Зины, пока вас не замечает, оставляя при этом лишь пару рублей для того, чтобы это все провернуть. И при этом хвались магазин Бабы Зины и какая она клевая, ну увы, так не работает, и за счет этого магазин Бабы Зины может стать хуже. Что в целом отчасти и произошло с Xbox в отношении игр. Подписка к геймпасу это тоже очень крутой аргумент в сторону зеленой коробки, и она реально сильнее, чем подписка от Sony по одной простой причине. Она дает экзы в день релиза, отчего вы игры от Xbox Game Studio можете отдельно не покупать, они будут в подписке. Что в целом многие и сделают, но реал смысл покупки, например, какой-нибудь там, я не знаю, Starfield, да тогда, когда ты можешь поиграть в нее подписки. И это реальный плюс, за который можно респектнуть, но на мой взгляд такая щедрость чутка и подвела Майксов, поскольку они понимают, что за счет этого не могут сделать себе кассу для игр. Для того, чтобы держать качество и держать экзы только на своей платформе. А с чего мы и получаем в большинстве своем какой-то эксклюзивный шлаки и логично и рационально для бизнеса, что они сейчас думают о том, чтобы продавать свои игры везде, а не только раздавать за подписку. Они правильно делают для бренда, для своего бизнеса, но не для своей консоли. В СНГ, если почитать комменты, то в целом многие эту подписку реально хвалят, ибо там много игр, классные добавления, но в чем же причина? Опять же, в цене. У нас в России в среднем данную подписку обходными путями можно приобрести там за около 5000 рублей за год. Это реально подарок судьбы, когда подписка на плойку в районе сейчас, по-моему, стоит 10 тысяч рублей. Отчего в глазах потребителей подписка Xbox Game Pass и выбор в сторону Xbox, да, становится лучшим вариантом. Опять же, я тоже это делаю ноль осуждения, 100% понимания. Но если посмотреть по факту, то первое, подписка PlayStation наступает по большему счету лишь в том, что она не добавляет экзы в день релиза, потому что весь остальной список, он практически аналогичен подписке Xbox Game Pass, и даже иногда с разницей в месяц сделают практически аналогичные добавления. И во-вторых, если брать реально приложение от Microsoft, то данную подписку она выставляет за 200 баксов в год, 20 тысяч рублей. Да, США уже давно отключил возможность продлевать через Тор сразу на 12 месяцев, в то время как жадная Sony отдает самую максимальную подписку на 40 баксов дешевле. Теперь у нас у настоящих ценителей консоли Xbox мне хочется реально спросить, скажите мне, а много ли из вас за подписку Xbox Game Pass будет отдавать 20 тысяч за год? Давайте даже учтем, что у нас там есть какая-то региональная цена, и подписка будет стоить 15 тысяч рублей. За реальную цену, в соотношении цены и качества тех самых игр, вы поймете, что подписка уже не такая привлекательная, хотя в целом список игр не меняется. Это знаете, то же самое, как говорите о Redfolio, за бесплатно поиграть это вроде бы неплохо, но купить ее за 70 баксов, ну что-то как-то не особо. Здравый вопрос от вас прозвучит, а что мне до официального ценника, если я живу тут, и у меня нет другого выхода? В целом, ничего, но это проясняет одну важную вещь, что как только Баба Зина вам отрежет руки халявному хлебу за 5 рублей, ты больше всех будешь кричать, что магазину Баб Зины это то еще говно. То есть Xbox, а чего все эти выдуманные плюсы, которые вот я не знаю, иногда в комментариях пишут как по методичке, вдруг станут минусами по совершенно другому фактору. И если опять же по факту смотреть на те игры, которые добавляются, и на те эксклюзивные проекты, которые Максов выпускает, ты понимаешь, что вряд ли ты бы их вообще купил. Максимум по скидке когда-нибудь. Пейнтименты, Redfall и сдохшие Crossfire это те самые игры от великой Майкрософт. За все 9-е поколение реально годные, и что я могу посоветовать вам поиграть, так это наверное Форзу и Хайфа Раш. Ибо если во внимание брать тот же Starfield на Xbox и серии SX, у вас будет далеко не лучший опыт, поскольку Майкрософт не удосужил сделать 60 FPS и перевод субтитров. Я понимаю, что есть люди, которыми Redfall по кайфу и все остальные проекты от Майков, но это не то качество и не те инновации, которые мы должны видеть от платформодержателя гиганта. Потому что знаете, до сих пор многие думают, что Майкрософт это какая-то, я не знаю, сообщество чуваков идейных, которые из говна и палок вам предоставляют такую халяву. Нет, это просто огромная компания по выкачке денег. Она имеет кучу технологий, амбиции, возможностей. Студии, но которая при этом даже не смогла нормально удержать на плаву при помощи поддержки один из главных флагманов своей консоли, как Halo Infinite. Прошло уже 6 лет с выхода Gears, вышла та самая Forza Motorsport, которую должна якобы показать тот самый Next Gen. Где это все? Неужели всех это реально устраивает? И почему я всегда лично пытаюсь смотреть на официальный ценник продуктов? А потому что это открывает правду на реальную обстановку дел. Где условные фанаты оказываются просто потребителями, которые вообще похеру на все, главное чтобы им было дешевле. Опять же, я не осуждаю таких людей, я сам пользуюсь всем этим, но как минимум я не обманываю вас в том, что Xbox якобы делает качественно и круто. Поскольку вся эта крутизна отражается лишь в халяве за счет обходной системы, которую если прикроют, сделает Xbox моментально самой хреновой консолью в мире. Поскольку все остальное у Xbox не так все хорошо. Потому что знаете, если бы Xbox действительно делал бы какие-то крышесносные проекты, давал бы реально что-то инновационное, какие-то технологии, вопросов бы не было. Если бы, например, аудитория действительно Xbox любила бы за что-то другое. Но халява это такой неофициальный фактор, который по сути, если они его прикроют, соответственно, в остальном Xbox вам нравится уже не будет. И в этом самая главная проблема и, наверное, причина, почему плойку покупают. Потому что плойки просто даже сильнее бренд. Да, у Xbox есть плюсы квик-резюмы, дизайны, геймпады и тому подобные темы, которые реально чем-то лучше, чем на плойке. Но это факт. Это все также перечисляют люди в комментариях. Но я больше чем уверен, что за счет интерфейса, дизайна или квик-резюма вы точно не будете поддерживать Xbox. И, соответственно, его покупать. Поскольку это не самый главный фактор выбора, как бы вы не усирались и не лукавили. Ибо если вы действительно покупаете консоль ради дизайна или интерфейса, это равносильно тому, что вы машину покупаете по коврику под ногами или квартиру по фасаду дома. Вы уж точно не будете покупать целую консоль ради этого. Многие просто выберут именно PlayStation или соберут себе ПК, что в целом уже давно так и делают. Отчего подтверждает, что даже в мире Xbox это не такая привлекательная для многих платформа, несмотря на весь вот этот хайф в комментариях. От этого как раз таки в целом майки и пляшут и начинают развиваться в другом направлении, потому что вот это уже не работает. И почему-то такой себе Sony PlayStation, который мега жадная, такая плохая, поддерживает рублем. Те самые прятки в кустах или спайдерменом покупают у нас в России даже за 8 тысяч. Скажу вам больше, даже у обычных работяг, трудящихся на складах, если с ними поговорить, как рассказывал Снупи, у них тоже в большинстве своем плойке. И в аргумент почему не Xbox звучит так, а потому что у Xbox игры говно. Ибо как бы вы не стирали значимость эксклюзивов, это довольно сильный фактор выбора той или иной консоли, который сподвигнет поддержать ту или иную платформу, от поддержки которой консоль будет развиваться и продолжать что-то придумывать для своих потребителей. Соответственно, даже если сейчас ко мне обратится чел и скажет, я хочу поиграть в High Farage и Бога Войны, ему будет лучше взять плойку, поскольку на нем будут те самые игры. Если же раньше Microsoft действительно развивалась и делала обратную совместимость, кинекты, новые геймпады, элитные геймпады и действительно старалась угодить пользователям, то в девятом поколении она просто повторила то, что сделала под конец восьмого поколения. Дала мощь, которая не раскрылась, остановила развитие обратной совместимости, убрала бесплатную раздачу с подписки Xbox Live Gold'а, не удосужилась делать новый контроллер, а продолжает их просто красить. Единственное, что она сделала и до сих пор работает, так это квик резюм. Да, классная вещь, но в целом она погода особо-то не делает, ровно так же, как и на PlayStation, я не знаю, можно YouTube на фоне смотреть. Ту же самую классную фичу, FPS Boost, которая, ну реально, на мой взгляд, отчасти нужна, они тоже просрали. И люди в комментариях почему-то это вообще не берут во внимание, потому что вот эта вот халява, она превыше всего, ибо дайте нам халяву, остальные плюсы, да, минусы, они уже будут не важны. Я понимаю вас прекрасно, просто люди в комментариях это не берут во внимание, ибо многие из них в восьмом поколении сидели на плойках, и как только они начали понимать, что оказываются на экзаменах, в Xbox'е выгоднее, начали тянуться туда. И все это в совокупности крайне противоречиво и странно, что вроде как Xbox топ, но только из-за низкой цены. А Sony такая плохая, но мы и консоль купим, и экзо рублем поддержим, разве не так? Просто я веду к тому, что все вот это вот вымышленные консольные Xbox тусовки практически не существует, тем более у нас в СНГ. По большему счету вы видите либо фанатиков, в которых будут при любой ситуации защищать Xbox, даже при слове, что у них его нет, либо же людей, которые просто пришли сюда, потому что здесь дешевле, и просто им нужно вот играть, им вообще абсолютно все равно на все остальное. Есть люди, которым нравится Maxsoft, их пластиковая коробка, и реально для кого-то это удобнее, как одному микропеницу, который вам сейчас это все рассказывает, но прикол в том, что их крайне мало, и станет еще меньше, поскольку реальных плюсов у консоли Xbox не так уж и много. Потому что в этом поколении, если бы я знал, что хрен знает, когда выйдет гири, и что в подписке геймпаз для меня выйдет мало годноты, я бы смог спокойно играть на той же плойке пятой, и покупать только то, что мне по кайфу какой-нибудь там Atomic Heart, Lies of P, и так далее. И в целом, как показывает практика, реальным игрокам никогда не впадло поддержать рублем классные проекты, вы все равно покупаете мультиплаформу. Ибо как бы ты там не извивался, все равно покупаете игры вне подписки, и самые хиты с малой вероятностью туда попадут. Да, кстати, на кофейне гуще не гадайте, но отряду от самубийц очень большие шансы попасть именно в подписку, и угадать почему. Я всеми вот этими вот роликами никогда не утверждал, что Xbox точно сдохнет, что он какой-то плохой. Просто я все еще пытаюсь срубить правду матку на действительную ситуацию, которая происходит, но я вряд ли буду услышан. Подразделение Xbox не такое уж и в последнее время офигенное, и дела у них идут так же не особо клево, как и в плане продаж, так и в плане качества игр. Сравнивая все это с Sony, у майков куда больше денег, возможностей, и если Sony выживает и всеми путями хотя бы пытается подарить классные игры, за счет которых вы покупаете их консоль. Майки лишь играются, не придумывая ничего нового, а лишь покупая гигантские студии, наращивая свое производство непонятно для чего. И да, уже в 2024 году Xbox все еще дофига студий, но не так много удачных проектов. И возникает вопрос, а зачем я это все снимаю каждый раз и так далее, ну наверное потому, что мне действительно это не безразлично, и я просто хочу выговориться. Чтобы вы понимали, всем этим видосам я не пытаюсь сказать, что Xbox это говно, не берите и тому подобное. Я сам на нем до сих пор играю, даже настоятельно советую его тем, кто только-только входит в мир видеоигр, это классная консоль, если вам действительно нужен там Индиана Джонс, Старфилд и так далее, а самое главное доступность в СНГ. Но вся эта тема вокруг пластиковой коробки, она не особо радостная на самом деле. И это отчетливо показывает шаги Майксу, в которые всегда думают о расширении. И опять же, в этой ситуации не надо ничего выкидывать, паниковать, продавать, трястись, пока у вас работает, играйте. Играйте на том, на чем вам больше всего нравится, по кайфу, если вам нужна действительно там вот эта выгода, играйте на Xbox. Есть кроссплатформа, да, у кроссплатформенный вот этот мультиплеер, мы все равно можем играть вместе. Просто на самом деле, это все еще не очень хороший звоночек для консоли Xbox, который в дальнейшем, ну действительно, может как-то преобразиться. Опять же, я не утверждаю, что это действительно как-то будет плохо, но так или иначе, вся вот эта вот зеленая тусовка, она действительно немножко просто пропадает. Поэтому самое главное, просто не обматывайте самих себя, получайте удовольствие от игр, от консолей и так далее, потому что они созданы для того, чтобы скрасить свое время. На этом все, если вдруг видос понравился, обязательно прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, не забывайте писать свое мнение в комментариях и до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok